МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Февраль, кривые дорожки. Как Республика справляется с мощным снегопадом? Старый номер, новый маршрут в Чебоксарах-14 троллейбус будет доезжать до Маштехникума. Частные случаи в республиканском онкологическом диспансере провели очень сложную операцию. Чувашию накрыл снегопад. Он начался еще в воскресенье и не прекращался. Сегодня целый день. И пешеходы, и автомобилисты добирались до работы, как по полосе препятствий. А многие водители и вовсе оставили железных коней в гараже и поехали на общественном транспорте. Штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду и сугробы. Столько снега люди в Чувашии давно не видели. Такая же ситуация была по всей Центральной России. Федеральные телеканалы даже назвали такую погоду снегопадом века. Гидромедцентр страны присвоил погоде в республике оранжевый уровень опасности. Хотя неприятности подстерегали водителей и пешеходов на каждом шагу, количество мелких дорожных происшествий сегодня лишь немного превысило обычное число. По состоянию на 16 часов в столице было зарегистрировано 38 аварий без пострадавших. Также произошел один наезд на пешеходном переходе по проспекту Троторостроителей. 20-летняя девушка была доставлена в больницу. Сегодня в городе работали около 150 единиц спецтехники. Это КДМТ, самосвалы, грейдеры, роторы, экскаваторы. В полной мере задействованы эвакуаторы. На снеговой свалке работают бульдозеры. Мы призываем водителей снизить скорость до максимально безопасной, соблюдать правила маневрирования и держать безопасную дистанцию. Парковку своих машин осуществляете без создания помех другому транспорту и работе снегоуборочной техники. ГИБДД по Чувашии при такой погоде рекомендует по возможности воздержаться от поездок. Что ждет республику после небывалых метелей, рассказали в гидрометцентре. Погода в Чувашии связана с циклоном, центр которого сегодня находится в районе Нижнего Новгорода. Вчера республика была под влиянием теплого сектора этого циклона. Из районов Черного моря происходил заток теплого влажного воздуха и образование мощной облачности в падении значительных осадков. В результате резкого потепления и падения атмосферного давления наблюдалось усиление ветра, метели. На дорогах снежные заносы. В ночь с 5 на 6 февраля ожидается прохождение холодного фронта, за которым ожидается улучшение погоды, прекращение метелей, ослабление скорости ветра, но и резкого понижения температуры воздуха ночью до минус 11-16 градусов. После 6 февраля ожидается слабый снег. Ветер южный 3 метра в секунду. Ночью столбики термометров будут опускаться до 10-15 градусов. Днем будет держаться минус 7-11 градусов. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Как ни погоду встретили жители и экстренные службы обсуждали сегодня на еженедельной планерке в Доме правительства. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Вот так сегодняшнее утро встречали чебоксарские автомобилисты. Впрочем, далеко не каждый рискнул отправиться на работу на машине. На магистралях образовались снежные заносы и гололедица. В гидрометцентре страны присвоили погоде в республике оранжевый уровень опасности. Глава региона поручил перевести экстренные службы в режим повышенной готовности. Сразу в 12 муниципалитетах из-за сильного ветра были оборваны линии электропередач. Аварийные бригады работают круглые сутки. И полностью все энергохозяйство на резервный источник. Поэтому там картина в течение часа изменилась. По Канарскому району сейчас усиливается бригада Чувашинерго, усиливает количество персонала, техники. И к 12 часам они ориентировочно должны завершить работу по тем населенным пунктам, которые сейчас без электроэнергии. Если где-то новые появятся, в зависимости от погодных условий, в принципе у них сил и средств хватает. Где нет на самом деле электрической энергии, будут подключены дизель-генераторы. Это как бы второй резервный источник питания. Поэтому здесь надо в оперативном проекте сработать. На уборке дорог и улиц задействовали более 240 единиц спецтехники. Осложнена работа Чебоксарского аэропорта. Были отменены авиарейсы в Москву. Из-за штормового ветра и с паровым ветром до 15 метров в секунду. Коэффициент сцепления на аэропорту не позволяет принимать и отправлять сюда. Члены правительства обсудили и другие вопросы. Уже до 15 февраля министерства республики должны заключить соглашение с распорядителями федерального бюджета. На повестке дня и подготовка к лыжне Россия ожидается, что на старты только в республике выйдут более 60 тысяч человек. Программа спортивного праздника сформирована. Предусмотрены старты массовых гонок на 3 километра, 5 километров, 10 километров. Также будут приглашены для участия в лыжне России участники эстафеты олимпийского огня, судейский корпус, принявший участие в работе олимпийских игр в Сочи, пара олимпийских игр в Сочи. Центральный старт 10 февраля в 12 часов на трассе, проложенной вблизи Чебоксарского аэропорта. Глава региона отметил, что массовая гонка должна быть проведена на высоком уровне. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Александр Петров. Республика. Чебоксары смогут получить помощь нового банка развития БРИКС для поддержки систем водоснабжения и водоотведения. Столица республики вошла в список городов, которые предварительно отобрали организаторы проекта. Планируемая сумма инвестиций весьма солидна – около 2 миллиардов рублей. Ресурсоснабжающие предприятия города уже подготовили 43 проекта. Среди них строительство очистных сооружений, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, мероприятия по улучшению качества питьевой воды на очистной водопроводной станции «Заовражное». Сейчас эти проекты проходят государственную экспертизу. Глава столичной администрации поручил ускорить этот процесс. В дальнейшем все планы работ коммунальных технологий и водоканала согласовываем по смертной стоимости с центром ценообразования. И выполненные ими работы также пропускаем через центр ценообразования. Необходимые договора нужно заключить в ближайшее время. Участвовать в программе «Важные города и республики». Конечный итог всех проектов – уменьшение сброса загрязняющих веществ, улучшение экологической ситуации и чистая питьевая вода в кранах потребителей. От университета до маштехникума без пересадок. Оптимизация столичной троллейбусной сети продолжается. С 10 февраля в Чебоксарах изменяется схема движения некоторых маршрутов. Протяженность обновленного 14 маршрута – 35 километров. Время круга – почти 2 часа. Таким образом, будут соединены два крайних района Чебоксар – Новоюжный и Северо-Западный. Исчезнуты пересадки. Живу в Новоюжке, обучаюсь в Северо-Западном районе. Мне будет, скорее всего, в доме добираться до учебы. Очень выгодно людям. Легче будет доезжать до работы. Меньше будет стрессов, меньше будет нервов. Люди спокойно будут ездить. Удобнее станет и жителям южного поселка. Девятки вернут старый маршрут. Вместо центральных улиц и конечной Красной площади троллейбус снова будет курсировать через улицу Гагарина. Сделано это по просьбе жителей. Анализ эффективности работы этого маршрута показал, что мы за этот период теряли практически 15% пассажиров. Были обращения граждан, проживающих особенно в районе улицы Гагарина. Поэтому сегодня он идет вот таким образом. Ждать долго на остановке пассажирам не придется. Интервал движения в часы пик 4-6 минут на 14 маршруте и 6-8 минут на 9. Считаем, что эти изменения дадут возможность жителям сэкономить денежные средства и оптимизировать затраты троллейбусного управления. Развитие онкологической службы находится на особом контроле главы государства. Напомним, 14 декабря 2017 года в рамках ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, перед системой здравоохранения стоит задача повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В Чувашии после ввода в строй нового хирургического комплекса онкодиспансера увеличилось количество оперативных вмешательств высокой категории сложности. Одна такая операция прошла сегодня и заняла около 8 часов. Циторедукция включает удаление всех видимых проявлений опухолевого процесса и означает отсутствие микроскопически определяемой остаточной опухоли. Сложную операцию выполняла целая команда врачей во главе с Сергеем Гомаёновым. Уникальность ее в том, что медикам пришлось работать практически на всех органах брюшной полости. Ну и плюс здесь нужна очень слаженная работа совместно с анестезиологами, чтобы они смогли обеспечить грамотное анестезиологическое пособие на протяжении всего времени операции. Операция по длительности может идти несколько часов, 6-8. Операции такого объема выполняются в России в единичных центрах. Слишком сложные, слишком трудоемкие, слишком много времени занимают. В нашем онкодиспансере специалисты уже накопили определенный опыт. Мы такие операции внедрили у нас в диспансере после того, как к нам неоднократно приезжал Вальцин Михайлович Нечушкин из онкоцентра имени Блохина и профессор Ласло Унгар из Будапешта. Вот они неоднократно показывали нам такие операции. После этого мы смогли перенять их опыт в результате этих мастер-классов. И внедрили эти операции с прошлого года. На сегодняшний день у нас больше 10 подобных операций. Как чувствует себя пациент? Пациент чувствует себя удовлетворительно. Надо отметить, что за последний год благодаря системной и планомерной работе на 8% снизилась смертность от новообразований. Такие цифры привел глава Чуваши Михаил Игнатьев в ежегодном послании к госсовету. Обозначенные задачи – ввести в эксплуатацию оборудование центра ядерной медицины. Инновационные технологии протонно-ядерной терапии с точечным контролем опухоли помогут сохранить не только жизнь больного, но и ее качество. Елена Гальпельна, Сергей Адушкин, Республика. Самые неравнодушные папы республики объединились под эгидой Совета отцов Чувашей. До этого времени он действовал при школах, некоторых общественных организациях, трудовых коллективах. На первой общей встрече обсудили совместные планы на будущее. За круглым столом папы – молодые и опытные, каждый со своими идеями и предложениями. И все они понимают, что мужчина обязательно должен участвовать в воспитании детей. В послании главы республики Михаила Васильевича на текущий год было указано, что одна из задач воспитания социально активной молодежи, которые знают свое место в развитии государства, лучший пример для любого ребенка и сына, и дочери – это пример отца. Мы говорим – брось курить, начни с себя. Мы говорим – начни заниматься спортом, начни с себя. Мы говорим – пошли в театр, начни с себя. Вот основная идея, основная философия, которую мы будем продвигать по линии Совета отцов. Мы пригласили действительно отцов, которые служат в органах, которые будут проводить опять же встречи и в школах, и в садиках среди, я скажу, даже родителей. К слову, на базе некоторых школ республики уже давно успешно работают Советы отцов, и их опыт стоит перенять остальным коллективом. Но в Чебоксарской средней школе номер 17 объединились четыре года назад. Признается, что для них нет чужих детей. Работают они и с трудными подростками, и в выходные, и в каникулы. Совет отцов школы работает уже четвертый год. Это живая работа, интересная и полезная. Мы начали с спортивных мероприятий. У нас на протяжении четырех лет работает по субботам так называемый «Час семьи». «Час семьи» – это мероприятие, которое мы проводим каждую субботу вечером с родителями, с детьми. Им, по крайней мере, с нами интересно. Это ведь дети из других семей. И они с нами открываются, порой рассказывают о таких вещах, которых наверняка не смогли бы рассказать своим родителям или педагогам. Кстати, руководство научно-боксарской школы отмечает, что с тех пор, как изработал совет отцов, в учебном заведении стало меньше и правонарушений. На вооружение взяли программу профессора Олега Волкова – менеджмент счастливой семьи и школа одаренных родителей. Проект рассчитан и на детей, и на родителей. Участники встречи отметили, что совместными усилиями смогут создать стильное отцовское сообщество, которое будет отличной поддержкой семьи детей в Чувашской республике. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Экспресс бабушки Чувашии приходят на помощь семьям с маленькими детьми уже более двух лет. Социальный проект под таким названием «Объединивший волонтеров серебряного возраста» вошел в число финалистов всероссийского конкурса «Лучших практик социально-экономического развития субъектов России». Экспресс бабушки сидят с маленькими детьми, помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проект комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары дает возможность женщинам на пенсии быть вновь востребованными и полезными. И доказывает, что у волонтеров нет возрастных границ. Практика чувашских бабушек получила одобрение большинства членов жюри всероссийского конкурса. И оказалось в числе более чем 20 финалистов. Стоит отметить, что на конкурс в 2017 году поступило 500 заявок. Вместе с бабушками в номинации создание условий для развития волонтерской деятельности проекта Калининградской и Саратовской областей. Победителей назовут в Сочи 15 февраля на Российском инвестиционном форуме. В 75-ю годовщину Сталинградской битвы на железнодорожном вокзале в Чебоксарах не только провожали и встречали поезда, но и танцевали. В столице республики присоединилась к всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Случайный вальс». Ольга Пырочкина подробнее. Случайный вальс Это акция «Тезка» знаменитой песни, которая была написана как раз в те дни, когда в городе на Волге советские войска разгромили армию вермахта. Однажды военный летчик Василий Васильев рассказал поэту Евгению Долматовскому свою историю. Солдат-летчик во время войны, во время Сталинградской битвы приезжали мимо одной деревушки, и там проходили какие-то танцы. А солдат-летчик увидел одинокую девушку, которая стояла в стороне, пригласил. Это был случайный танец. После того, как они уехали, он уже рассказал об этой истории и просил написать песню, чтобы найти эту девушку, которую звали Зина. В итоге Зина услышала по радио эту песню, обратилась в редакцию, чтобы найти летчику-летчика. Но, к сожалению, летчика уже не было. Он геройски погиб. «Летчик погиб», а песня, как говорят про нее, а любви на все времена осталась. И на Чебоксарском вокзале она напоминала уезжающим и встречающим о трагичной и героической странице в истории нашей страны. Прекрасные эмоции, неожиданно очень. У меня есть толстовка, покажу. Я сама уедела на форум «Волгоград. Наша победа». Я вот потанцевала, у меня немножко прямо аж разогрелась кровь. То есть, уже после операции как-то это... Вот. Так что молодцы, что сделали. Вместе с чебоксарцами в этот день вальсировали и жители еще 60 регионов. Ольга Пырочкина, Анастасия Алангина, Александр Петров. Республика. Масштабная патриотическая акция России в моем сердце в эту субботу прошла по всей стране. На Красной площади Чебоксар собрались самые неравнодушные и активные жители города. Добровольцы и волонтеры – представители различных общественных движений. На празднике, посвященном открытию Года добровольца, побывали и мои коллеги. Дружба, забота, помощь – такие слова чаще всего звучали на Красной площади во время митинга концерта. Эти ребята и девушки не понаслышке знают о том, что такое помогать людям. Просто так, ничего не требуя взамен. Только в Чебоксарах волонтерский корпус включает в себя более двух тысяч молодых людей. И это далеко не предел. С каждым годом число волонтеров в республике растет. Участие в этом общественном движении стало уже нормой. Нас очень много. Нам нужно объединяться. И как раз таки этот год нам позволит делать еще больше добрых дел. Мне кажется, каждый из нас волонтер. Мы все готовы работать ради страны. Не зависим, не смотрим ни на что. Только ради будущего. У волонтерского движения в стране хорошая история и множество сформировавшихся традиций. Самое главное – это молодежь. Потому что сегодня они учатся, они студенты, учащиеся техникумов. Завтра будет эта самая активная среда. Это будет самая активная часть наших горожан. Когда молодые люди будут устремлены не только зарабатывать деньги. Должна быть доброта, душа, духовность, страстенность. Волонтерство – дело не только молодых. Среди них все чаще и чаще можно встретить тех, кто давно вышел на пенсию, но молод душой и готов помогать. Волонтер – это же не профессия, это состояние души. Я и в студенчестве была волонтером, и дальше, а сейчас еще больше, когда появилось время, когда появилась мудрость, опыт. Мы приходим к детям в те минуты, когда родителям нужно куда-то уйти. В больницу, куда-то уехать ненадолго. Раз, два раза в неделю, по часу, по два. Это нетрудно. Объявленный президентом России год добровольца обещает быть в Чувашии ярким и насыщенным полезными делами. Волонтеры республики сделают все возможное, чтобы счастливых людей стало больше. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Четвертый год подряд в столице Чувашии проходит межрегиональный радиоконкурс фольклорных коллективов «Неиссякаемые родники». Чувашское национальное радио – один из организаторов проекта. Минувшую субботу подвели итоги фестиваля. Оренбург, Татарстан, Башкирия. В этом году фестиваль собрал около 400 участников из разных регионов нашей страны. Каждый из коллективов представил по две традиционные песни своей местности, причем одну из них – Акапельна. Целый год композиции звучали по национальному радио Чувашии, а слушатели голосовали за полюбившиеся песни. Итогом фестиваля стал большой галоконцерт с лучшими ансамблями. Народный фольклорный коллектив «Надежда» приехал в столицу Чувашии из Шумерлинского района. Мы уже второй раз приезжаем, чтобы с друзьями познакомиться, друг друга найти, руководителем вместе общаемся, новые песни изучаем. Потому что тут и за пределами республики приехали. Нам приятно посмотреть на них, и они от нас учатся, и мы постараемся у них что-то брать. В этом году основное действие развернулось, как обычно, на сцене, но к народному творчеству смогли приобщиться все желающие. Второй площадкой праздника стало фойе ДК тракторостроителей. Лучшими из лучших стали сразу два коллектива. Оренбургский Нарспи и ансамбль Чебоксарского музыкального училища «Янтал». Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, «Республика». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Опасность пожара может поджидать нас в привычных ситуациях, которые, на первый взгляд, кажутся безопасными. С абонентами Ростелекома такое точно не случится. Все благодаря датчику дыма. Он моментально оповещает о задымлении звуковым сигналом или уведомлением на телефон. В комплект нового решения «Умный дом» датчик дыма входит вместе с датчиками движения, протечки воды, открытия дверей и окон. Вам больше не придется беспокоиться о том, выключен ли утюг и не затопила ли соседей стиральная машинка. О любой чрезвычайной ситуации вы узнаете мгновенно. Основа всего – это вот этот контроллер, который по технологии Z-Wave связывает между собой все датчики, которые есть в данном сегменте. Контроллер может подцепить к себе более 200 датчиков. Активировать «Умный дом» очень просто. В личном кабинете заходите в «Мои устройства», нажимаете «Добавить новое» и выбираете тот тип датчика, который вам необходимо подключить. Процедура занимает не больше 30 секунд. Вы можете скачать приложение на мобильный и следить за происходящим дома из любой точки мира. Главное, чтобы был интернет. Отслеживать онлайн скоро можно будет и показания счетчиков в квартирах. Актуальные данные о потреблении электричества, тепла и воды фиксируются и сохраняются даже в случае перебоев с электричеством. Жильцы зачастую забывают подавать вовремя показания счетчиков. Соответственно, кто-то подает их некорректно. И опять же, есть там человеческий фактор, встают неправильные начисления. Решать, впускать или нет гостей в свой дом, можно даже находясь на работе. «Умный домофон» – еще одно новое предложение компании «Росцелеком». Переадресацию звонков с него можно настроить сразу на несколько номеров телефонов членов семьи, проживающих в квартире. Если дома никого не оказалось, система отправит на смартфон пользователя вызов. Идет звонок на городской телефон. Я могу там, собственно, ответить на звонок. То есть я могу слушать человека. И я принимаю решение открыть человеку, ко мне знакомый человек. Я нажимаю кнопку звездочка, дверь открыла. Если же я не хочу открывать, я просто сбрасываю, ну как стандартно, с телефона отклонить. Соответственно, здесь прерывается звонок, дверь не откроется. Если интеллектуальные счетчики передачи данных могут быть встроены в квартиры только в новостройках, то «Умный домофон» можно установить в любой подъезд. Как это сделать, подскажут в «Росцелекоме». Комплект датчиков для дома и квартиры можно заказать в офисе продаж и обслуживания компании. Установить и настроить его вам помогут специалисты. Но их помощь вряд ли пригодится. Комплект прост и легок в использовании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова